Волнение, страх и переживание. В основном именно такую гамму эмоций испытывают люди перед сдачей экзамена на вождение. Но в этот раз у будущих водителей Хасанского округа появилось и приятное чувство морального облегчения. Ведь теперь им не нужно выезжать за сотни километров, чтобы пройти экзамен. С 2020 года приём экзаменов на право вождение проводился за пределами района, что вызывало массу неудобств для хасанцев. Проще людям, которые здесь живут, особенно в Хасанском районе, им проще здесь. Они бывают, даже люди не выезжают, они в города никуда. Они по Хасанскому району только ездят и всё. Во-вторых, это надо съездить туда записаться, съездить туда, сдать. В 4 часа утра надо вставать, чтобы туда ехать, сдавать экзамены. Это очень тяжело. Я вот один раз ездил, тяжело. Незнакомая местность, очень сложно, большое движение. Так что туда нужно ездить заранее, готовиться, приспосабливаться к этому. Когда первый раз приезжаешь, есть какой-то страх, неудобство. И вот, благодаря общим усилиям директора автошколы Владимира Юдина и председателя экспертной комиссии по развитию общественного контроля Приморского края Максима Белобородова, а также сотням неравнодушных жителей, которые оставляли свои подписи, в Славянку удалось вернуть приём экзаменов на право вождения. В преддверии уходящего года мы добились, что жителям Хасанского округа вернули их право сдавать экзамен на вождение в Славянке при получении водительского удостоверения. Полторы тысячи жителей поставили свои подписи под обращением на имя министра внутренних дел с требованием вернуть экзамен ГАИ именно в Славянку. Следующим этапом мы будем добиваться право жителей Хасанского округа сдавать уже теоретический экзамен также на месте. Я поздравляю всех жителей Хасанского округа с Новым годом, желаю счастья и здоровья семье и каждому. Я считаю, что люди должны иметь равные и справедливые возможности для всех и каждого. Мы можем победить только вместе. После почти трёхлетнего перерыва первый экзамен по вождению прошёл 30 декабря. Продемонстрировать на практике умение управлять автотранспортом собралось более 20 жителей Хасанского округа. Конечно, надеялись. Это всегда. Надежда умирает последней, как говорится. Владимир Михайлович говорил, что будем добиваться. Видите, молодцы люди. Нам ближе, нам удобнее. Естественно, удобнее сдавать ближе. То, чтобы нам ближе. Вставать очень рано, с сонными глазами. В Уссурийск ехать, ну куда это не дело. Здесь поменьше людей, естественно, на вождение. Там очень много людей в Уссурийске. Очень долго ждать, да. Люди до вечера ждут, потому что, ну, прям долго. Проверка документов, перекличка и короткий инструктаж. Далее ученики по одному совместно с инспектором ГИБДД садятся в автомобиль и едут по маршруту. Допустившие ошибки и не сдавшие экзамен, попытают свою удачу через месяц. Благо, теперь это можно сделать в Славянке. Каждая последняя пятница в месяце обещают приезжать и принимать экзамены по вождению в Славянке. Конечно, важно. Ну, или людям ехать в Уссурийск, это тратить и время, и деньги, и здоровье, и отрываться. Или, конечно, удобно. Для людей это очень удобно. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.